На платформе междисциплинарного научного семинара «Время. Субъект. Сознание. Деятельность. Факультеты психологии МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова». С докладом «Мозг. Язык. Культура. 40 лет спустя» выступила профессор СПБГУ Татьяна Владимировна Черниговская. СПБГУ Татьяна Владимировна Черниговская. Что есть возможность здесь выступить. Конечно, огромная аудитория и неизвестна какая, но буду стараться. И названные вами люди, и Давид Израильевич, и академики Анохин, Гусейнов, и там этот список довольно большой, мои друзья. Мы общаемся часто, много, и проблемы, которые в том числе в прошлый раз Давид Израильевич обсуждал, они – это такие горячие точки, на которых мы уже многократно стояли, ходили вокруг, зачеркивали, ругались. И, понятно, это не финал. Ну, посмотрим, что получится. Вот на картинке, которая на первом слайде, есть маленькая точка, и рядом с ней стрелочка. Таким образом выглядит наша планета, если ее фотографировать от Сатурна. Вот это кольца Сатурна. И вот это такое маленькое место во Вселенной, затесавшееся, которое не только является, не просто является нашим домом, а является местом, на котором существует не просто биологическая жизнь, а еще и другая, которую мы сами создаем, потому что мы, люди, живем не только в материальном мире. Мы живем в мире знаков и в тех мирах, которые мы создаем с помощью нашего мозга. Начну я вот с чего. Я согласна с Фрэнсисом Беконом, который в 1609 аж году написал. Кажется, мне легче беседовать с древними, чем с теми, с кем я живу. Я могу только присоединиться к этому, но это не кокетство. Я просто хочу сказать, что мое сообщение построено не на тему анализа несметных тысяч экспериментальных работ по мозгу в разных аспектах выполненных, которые появляются каждый божий день десятками, и не является моей целью их обозревать сейчас. А моей целью является показать, куда мы попали, и что, может быть, нам имеет смысл делать. Вот о чем я буду говорить. Я буду говорить о мозге, в кавычках пишу, вообще, о мозге и языке, о мозге и асимметрии. Вот это, кстати, центральная часть моего выступления, потому что именно проблемы асимметрии мозга – это сообщение и инициировано, поскольку скоро будет юбилей Юрия Михайловича Лотмана, с которым мы имели счастье много общаться, я об этом буду говорить в частности, и который был очень увлечен идеей асимметрии мозга, и вот по 70-е годы в этом ключе и прошли. Вот я к этому подойду. И, соответственно, с этим связано появление того, что тогда так не называлось, а сейчас так называется. Это нейросемиотика, вызванная подходами Московско-Тартовской школы. Дальше я попробую посмотреть, что мы видим сейчас в сравнении с тем, что мы видели тогда. И хочу особенно подчеркнуть то, что конвергенция наук, конвергенция знания, о которой сейчас много говорят, и которое – это слово, вызывающее некоторую изжогу, потому что, ну, модное слово, все об этом говорят. Даже кафедра, которой я в Петербургском университете заведую, называется кафедра проблем конвергенции, естественно, и гуманитарного знания. Так что слово надоело. Но сама идея никуда не делась. Конвергенция является не модой, а необходимостью того периода, в котором мы сейчас находимся. Начну я вот с чего. Теярд Эшарден, который, когда я училась в университете, был почему-то запрещен. Не могли мы его прочесть. Но находили, естественно, способы. Он в замечательной своей книге «Феномен человека» среди прочего пишет, что в истории жизни есть по существу развитие сознания, завуалированное морфологией. Это вообще интересная фраза, на самом деле. Потому что что значит завуалированная морфология? Это из этого, например, вопрос, который возникает у меня, это что он хочет сказать? Что есть некий вектор, что если все-таки мы придерживаемся идеи эволюции, ну, правда, их разные варианты есть, этих идей, так что я сейчас не хотел бы в это влезать, но все-таки вот если есть некая эволюция, то вопрос, который я, в частности, своему другу и коллеге Константину Владимировичу Анохина многократно задавала, ты хочешь сказать, что у эволюции есть вектор, то есть она знает, куда она идет. И наш общий ответ был, похоже, что да. И, значит, получается, что целью, ну, целью можно в кавычки взять, ну, некой точкой, в которой эволюция движется, является почему-то развитое сознание, ради которого эти биологические процессы идут много на что, оттачивая свои умения и в том числе создавая мощнейший мозг. Ну, мы, я думаю, все присутствующие понимаем, что ничего сложнее и мощнее мозга из всего, что мы знаем. В природе нет. Я хотя отчасти лингвист, то есть, ну, как уже было сказано, я даже доктор по теории языка, но дело не в этом, а дело в том, что я из теории языковид убежала в биологию и стала нейрофизиологом, потому что мне лингвистика показалась не наукой. Я так сейчас не думаю, совсем не думаю. И мне казалось, что там ничего нельзя доказать, это какое-то мутное облако такое. И, ну, в общем, мне неинтересно. Ну, вот с тех пор много чего произошло, и в том числе и лингвистикой. Сейчас я занимаюсь активно в связи с мозгом. И я должна сказать, что это одна из самых сложных наук, из тех, по которым я уже прошлась и продолжаю ходить. Она невероятно сложна. Ну, поедем дальше. Итак, похоже, есть вектор. Значит, если эволюция жизни на Земле, а это так, это путь от самых простых организмов, хотя я простых слов, или даже простейших, поставила бы в кавычки, потому что что считать простым, а что считать сложным, это отдельный разговор. Но одно ясно, что мы такие, как мы есть, потому что у нас такой мозг. Мы развиваемся так стремительно, а по биологической шкале мы развиваемся просто с немыслимой скоростью, потому что биология оперирует величинами в миллионы лет, миллиарды лет. Ну, в миллионы-то точно, или уж как минимум в сотни тысяч лет. А мы что? Сколько лет мы живем на планете на этой? В том виде, в котором мы есть, то есть анатомические современные люди, ну, 50 тысяч. Хорошо, я могу сказать 200 тысяч. Там по разным подсчетам, в зависимости от того, на что вы смотрите. Хорошо, 250 тысяч лет. Я согласна на 500 тысяч лет. Это все равно секунды по сравнению с тем, что вообще на этой планете делается. И сколько мы успели за это время. Почему? Потому что у нас есть способность оперировать знаковыми системами. У человека есть много разных языков. При этом я имею в виду, разумеется, не национальные языки, а в широком смысле языки. Это вербальный язык или зрительный, неважно, или тактильный, там разные варианты у него есть, до математики и музыки. Что такое математика и музыка? Я даже не хочу сейчас начинать. Но это само по себе является просто бездной. А что это вообще такое? Музыка – это точно не физические звуки. А что это? А математика? Откуда она на нашу голову свалилась? Математика – это свойство Вселенной, как мир устроен, как Галилей нам говорил. Галилей говорил, что создатель написал книгу природы языком математики. Хотите что-нибудь узнать, математику давайте изучайте. Но есть много очень крупных математиков, и сейчас, и раньше были, которые говорят, нет, дело совершенно не в этом. Это у нас, ну, они другими словами могли это сказать, но смысл такой. У нас такой мозг, такая и математика. Был бы другой мозг, была бы другая математика. Ничего себе! Это кардинально отличные точки зрения. Но я могу, просто я не хочу в сторону уходить, но один пример приведу. Был такой, к сожалению, уже покинувший нас несколько лет назад, замечательный математик и мыслитель, Людвиг Фадеев. И я ему вот этот вопрос, маниакально мной задаваемый многим, я ему этот вопрос задала. И задала его в такой форме. А вот если люди все же доиграются, а мы играем в эту игру, что с планеты исчезнут, вот больше нет нигде людей. Математика все еще есть, а музыка все еще есть. И я, разумеется, не имею в виду партитуры или тетрадки с формулами. По сути дела. И его ответ был противоположен ответу Галилея. А он был, кстати, и музыкант тоже. Его ответ был такой. Математика и музыка – это человеческое. Это значит, говорю я, что если мы, например, возьмем себе в собеседники осьминога, то у него какая математика, учитывая, что у него в каждой из щупалец его по нервной системе, то есть восемь нервных систем у одного существа. Ну, не будем сюда ездить. Ясно, что у нас такой мозг, который отнюдь не является биоавтоматом, как мы привыкли со времен бихевиоризма считать. То есть его там толкнешь, он отталкивается, хорошо себя ведет, конфету получает. Он является не инструментом, который информацию перерабатывает. То есть он является, конечно, таким инструментом, но это не единственное его занятие, и, возможно, не главное. А он является инструментом, который миры порождает. Он создатель. Он создает, а не перерабатывает. А что вообще исследует миры наука? Вот мой вопрос, я люблю задавать дурацкие вопросы. Это один из них. Она исследует схемы, по которым все это действует. Она исследует функции. Ну, я уже слышала бы ответы и схемы, и функции. Хорошо. А она, да, она, конечно, исследует то, из чего мозг состоит. То есть нейроны, все их отростки, нейронные сети, гиперсети, то, чем Константин Владимирович занимается, эти коги. Ну, в общем, известное дело. Хорошо. А смыслы она тоже исследует? Ее смыслы интересуют? А если да, то она знает, что она исследует? А как она исследует? Каким способом? Пусть расскажет тогда. Или она занята только структурами? Или она занята корреляциями вообще? Или она занята местом жительства разных наших умений? То есть где вилки в мозгу лежат? Где чашки? Где трансцендентальная? Где душа? Вот так она играет. Я ее поздравляю с этим. Ну, вот мы все помним такие картинки. В былые времена так красиво это было, когда расписывали мозг как лоскутное одеяло. И все тут есть. И дружба, и любовь, и тщеславие. Все, что хочешь. Ну, так больше нету. Но исследования на эту тему продолжаются. Но я еще раз обращаю внимание на то, что я уже сказала. А мы, собственно, что хотим найти? Мы просто хотим узнать, что там творится? Ну, что? Где что лежит? Как оно друг с другом связано? А зачем? Вот зачем? Если просто не интересно, такой ответ тоже возможен. Но все-таки. Вот я вокруг этого буду говорить. Встал вопрос, который будет в дальнейшем мной обсуждаться, что мозг асимметричен. Что вот у человека, в отличие от многих других, хотя с тех пор уже много чего выяснилось, есть асимметрия больших полушарий головного мозга. А какая асимметрия? Вот тогда, кстати, так вопрос не стоял. Он позже встал. Это асимметрия чего? Это асимметрия когнитивного? Это асимметрия вегетативная? Это асимметрия моторная? Какая асимметрия? Их же много. Ну вот, я в те времена еще нарисовала такую картинку. Очень собой гордилась, что я умею рисовать. Коралл-дро была такая программа. И я вот здесь расписала то, что мы тогда знали по поводу разных функций, которые приписываются правому и левому полушариям головного мозга. Будем об этом говорить. Очень важная вещь для нас, как биологического вида, это язык. Язык – это наше генетическое право. Тот, кто родился Homo sapiens, имеет у себя в голове механизмы, которые позволяют любому здоровому ребенку Земли овладеть любым языком Земли, как родным. Это свойства нашего мозга. Есть основания считать, что у этого есть генетическая основа. Конечно, речь не идет о том, что есть ген языка. Хотя об этом много написано, но я думаю, всякий, кто хоть что-нибудь помнит из биологии, понимает, что такие невероятно сложные функции, как язык, память, внимание и дальше огромный список, уж не говоря о таких вещах, как чтение, пение или еще что-нибудь, никак не могут быть обеспечены каким-то одним геном. Поэтому, если где-то вы, не дай бог, услышали, что открыли ген пение или чтение, ну, относитесь к этому понятным образом. Язык – это не только, а важнее сказать, не столько коммуникация, потому что коммуникация может осуществляться и без вербального языка. Но это мышление. Вот это важно. Для того, чтобы получились существа, из наших биологических предков, которые овладели такого рода невероятными умениями, с ними должно было много чего произойти, на что уж я не буду тратить время, но здесь написано, должен был измениться, конечно, вокальный тракт, кардинально он изменился, для того, чтобы позволить дышать, есть и говорить одновременно. Конечно, должно было измениться ухо, вот странным образом, о среднем ухе очень долго никто вообще никогда ничего не говорил. Хотя какой смысл создавать сложный акустический сигнал с огромной скоростью энергетических и временных изменений, со всеми этими формантами, с гигантской скоростью меняющимися, если нет аппарата, который в состоянии это расшифровать. Так что, как ни странно, на это не смотрели. Ну и, понятно, все возможные изменения мозга. Я бы обратила внимание еще на то, что здесь написано, как кроссмодальный нейронный перенос. Ведь каждый из нас помнит, что мы часто говорим, где-то я то ли читал, то ли слышал, то ли видел. То есть нам, когда речь идет о высоком уровне обработки чего-то, нам уже не важно, через какой канал связи, нам эта информация попала, через глаза, уши, через пальцы, если, скажем, мы по Брайлю читали или как-то там еще. Ну вот, и овладев этим, да, я еще не сказала, что есть основания считать. Так считают абсолютно не все. Это я просто вкратце описываю ситуацию. Есть исследователи, которые говорят, что произошла некая макромутация, то есть слом генетический произошел, который таким образом раскрутил ситуацию, что у нас появились в мозгу механизмы, позволяющие работать с такими невероятно сложными объектами, как язык, что это был генетический сбой. Ну вот сейчас нет времени это обсуждать, но есть даже такая точка зрения, есть такой английский невролог, кстати говоря, Тимоти Кроу, который говорит, да, это сбой, хромосомный сбой, который привел к асимметрии полушарий и тем самым перераспределению разных функций. Выделился в мозгу некий кусок, так я в стакавычках говорю, который стал заниматься только языком. Ну вот так это или не так, это мы обсудим. И это вызвало асимметрию мозга, поэтому такая мода на нее возникла. И эта асимметрия, если ее подкрутить, этот механизм, как он пишет, еще немножко, то мы получим не больше, не меньше, как шизофренирую. У него есть несколько статей, которые под разными, похожими названиями появились. И основная мысль там такая, действительно ли шизофрения является платой человечества за язык? Ну, это отдельная интересная тема. Короче говоря, стали мы по миру перемещаться, и у нас появилось очень много языков. Сейчас языков, я имею в виду вербальных, примерно 7 тысяч. Зависит от того, как считать, что считать диалектом, что полноценным таким языком. Эти языки стали исследовать лингвисты. Часть из них вот здесь написана. Вы видите, все это разделилось на многие семьи, на гиперсемьи. Они очень плохо исследованы, на самом деле. Вот лучше всего в том контексте, про который я говорю, а именно откуда у нас взялся язык, и какой он был, лучше всего исследована индоевропейская семья, которой всего-то 4,5 тысячи лет до нашей эры зафиксирована. Вот. И вот в ней мы и живем. Но много живет людей на этой планете и вне этой семьи. Позже стало понятно, что язык является мощнейшим полем, которое определяет наше сознание. И я при этом сразу хочу оговориться, до того, как мне задали этот вопрос, вы же не хотите сказать, что все наше мышление вербально или все наше сознание связано только с языком. Нет, я этого сказать не хочу. Но я хочу сказать, что язык является одним из главных игроков на этом поле. Вот Умберто Эко в книжке, которая у меня вот за спиной здесь стоит, которая замечательно называется «Кант и утконос». Чудесная книга. Вот. Он там прямо пишет, что вот мы самовоплощаемся, самореализуемся с помощью языка. Эта тема звучала и раньше, разумеется. Густав Шпет. Слова не свивальники мысли, а ее плоть. Вот это очень точно. Он таких людей, которые писали такие вещи, отнюдь не два и не три, что слово – это не футляр, в который уже готовая мысль положена. А пока слово рождается, вот мысль и рождается вместе с ним. Даже и этого мало он пишет. Мысль начинается в слове. Сложная мысль, имеется в виду. Павел Слоренский. Слово и есть реальность. Оно, более того, он пишет, только мы не можем сейчас это обсуждать по недостатку времени, и познающий субъект, и познаваемый объект. Слово. Тут есть о чем думать. Много людей стало этим заниматься уже внутри науки. Я здесь помещаю портрет Леонарда Чарбелли и Ивана Петровича Павлова, потому что хорошая старая фотография. Это они друг с другом разговаривают на знаменитом международном конгрессе физиологов 35-го года. Почему именно их я выбрала? Потому что все-таки я петербургский житель, и я очень тесно связана всю жизнь с двумя институтами. Теперь-то больше. С институтом физиологии имени Павлова и с институтом эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова Академии наук, который был создан Леоном Горчем-Ардеви. Носит имя Сеченова, но создатель его Леонар Горчем-Ардеви. И Павлов, и Арбели очень интересовались вопросами сознания и языка. Но, как я сейчас думаю, боялись этого. Вот у меня к Павлову довольно много претензий, так сказать, извините за нахальство было. И, в частности, меня очень как-то не устраивала эта его история с второй сигнальной системой, с условными рефлексами, со всем. Думаю, как-то... Ну, еще когда про простые вещи и простые, я повторяю в кавычках, говоришь, то это еще ладно. Но когда речь о функциях высших, какие условные рефлексы? Вообще о чем говорить? Какая вторая сигнальная система? Но Иван Петрович очень не любил эту тему, внешне не любил. Мы не можем знать, что у него внутри происходило. Но он как бы отказывался на эту тему говорить. Я об этом думала. И думаю, что он отказывался не потому, что он не понимал ценности этого, а потому, что он понимал невероятную запредельную сложность этого. И не видя возможности этим заниматься в рамках науки, а мы и сейчас не очень это видим, он это просто отодвигал. Ну что, дальше больше. Появились Брака и Верники, которые открыли каждый свой центр речи. Брака, как известно, я не собираюсь лекцию, вы не студенты, читать, но все-таки Брака открыл центр, который, некую область, которая отвечает за собственную речевую продукцию, а Верники открыл другую область, которая отвечает за распознавание речи. То есть восприятие продукции и распознавание. Вот здесь фотография сохранившихся, к счастью, мозгов этих знаменитых пациентов. И когда они дотерпели эти экспонаты до времени томографа, то, соответственно, был проведен томографический анализ. И по недостатку времени и невозможности я не буду сейчас об этом говорить, но важную одну вещь вот такую скажу. Из срезов мозга, из многочисленных снимков этого мозга ясно, что зона Брака не вполне зона Брака. Для того, чтобы получились нарушения такой силы, как они описаны полем Брака, нарушения должны быть гораздо более глубокие. И снимки нам это показывают. Тем не менее, это великое открытие. Хочу заметить, что примерно в эти же годы уже жил замечательный и почему-то мало упоминаемый ученый Джон Хьюлинс Джексон. Он был невролог, но он был, конечно, потрясающий ученый и очень внимательный исследователь. Он просто все фиксировал. Ведь мы часто какие-то вещи, которые нам кажутся неважными, мы их можем даже не фиксировать. Ну, как бы, ну, это мало ли чего не увидишь. Особенно в медицине-то, чего только там не увидишь. Юлиус Джексон увидел правое и левое полушария и его функции. Тогда, когда об этом речи не было, только что появились Брака и Верники, и вся история пошла по линии описания афазии, какой правое и левое. Однако это было даже издано. Но поскольку общество к этому было не готово, на это никто не обратил внимания. Потом-то обратили внимание. Удивительные вещи он там описал уже. Никак нельзя не вспомнить в этой связи Александра Манчелурию, который, разумеется, основатель отечественной меры лингвистики. Что он делал вместе с Икапсоном и Выгодским? Ну, не только. Ну, вот, скажем, его книгу редактировал Звигинцев. То есть он много с кем дело имел. И он тот человек, который систематически описал локализацию свойства высших психических функций, включая и язык. Нет в мире человека, профессионала в этой области, который не знал бы имени Лурия. Ему, конечно, повезло, что его работы были переведены и опубликованы в мире. Он чрезвычайно известен и сейчас, несмотря на разные нововведения, которые ведут гораздо больше в сторону тестов, табличек, всяких шкал. Не хочу даже об этом говорить. Разумеется, не могу по пути, по которому я иду, не вспомнить Алексея Алексеевича Леонтьева, который придумал психолингвистику. Я знаю и другие имена, и западные, и незападные, но в данном случае я хочу именно его вспомнить, ну и благодарно в том числе вспомнить, потому что я когда докторскую защищала, он написал отзыв, который начинался словами, очень странно для официального отзыва. Я был поражен, когда узнал, что Черниговская не доктор наук. Это всех рассмешило на самой защите. Но он, конечно, великие вещи сделал, и это основа того, что потом развивалось разными школами. Я не могу в этой связи не вспомнить Бехтерева, который и его правнучку Бехтереву, Наталью Петровну. Хочу только заметить, ну про Бехтереву люди больше знают, наверное, а немногие знают, что Владимир Михайлович Бехтерев за три года до Фройда выступил в Казани с лекцией о подсознательном, и он опередил Фройда надолго, задолго. И это замечательная лекция была, она, насколько я понимаю, опубликована. Наталья Петровна сначала в Институте экспериментальной медицины в Петербурге, а потом и в том институте, который она создала, и который переносит ее имя, Институт мозга человека. Она занималась речью, она занималась детектором ошибок, а это открытие, большого размера открытие, и она последние годы занималась механизмом творчества. Ей принадлежит идея мягких и жестких связей в мозгу, но мы сейчас не можем это обсуждать. Не могу не вспомнить людей, с которыми я тоже работала, и с Натальей Петровной тоже, но это Григорий Викторович Гершуни из Института эволюционной физиологии и биохимии Несечина. Мы вот, да, я у него в лаборатории работала там, и мы занимались восприятием разных типов звуковых сигналов, обезьянях в том числе, и это очень интересная была работа, но в частности мы пытались найти вроде протофонем. Была такая идея, что, может быть, в языках животных тоже есть такая цифровая в кавычках атомарная структура, как в человеческом языке. Вот маленькие штучки, из которых потом созданы слоги, потом слова, потом фразы, и потом тексты. Ничего мы не нашли. И мы не нашли не потому, что нету, а потому, что непонятно, как искать. У нас нет обратной связи. Мы не можем у животного спросить, поменялось ли значение этого сигнала, если мы поменяли его части местами. Я маникюрными ножницами резала пленку магнитную, переклеивала. Страшная работа была. Никак не могу не вспомнить изумительного исследователя Наталью Николаевну Траугут, из которой в итоге получилась лаборатория, где и я работала. И вот сейчас я про это и буду говорить. Наталья Николаевна феноменальный врач, феноменальный человек. Ее Иосиф Абгар Чарбели пригласил в этот институт, дал, как тогда было у него принято. Он всем дал полную свободу. Он позвал молодых людей, много блестящих молодых людей, и сказал, делайте, что хотите. И они сделали бриллиантовый институт. Каждая из этих лабораторий была, повторяю, бриллиантом. Такая же лаборатория была и у Натальи Николаевны Траугут, которая занималась и патологией взрослых людей, то есть афазиями, и очень много занималась детьми языковым развитием, языковой патологией. Она, кстати говоря, у нее было образование и медицинское, и педагогическое. И вот в этой лаборатории в итоге были Лев Яковлевич Балонов и Вадим Львович Деглин, и я имела счастье там работать. Эта лаборатория называлась лаборатория функциональной асимметрии мозга человека. В 1976 году выходит из печати книга Балонова и Деглина «Слух и речь доминантного и недоминантного полушарий». В 1978 году Вячеслав Селыч Иванов об этом тоже впереди еще речь. Он публикует книгу «Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем». А в 1979 году он публикует уже гораздо менее популярную в смысле стиля статью «Нейросемиотика устной речи и функциональная асимметрия мозга». Роман Яковсон в 1980 году выступает в Нью-Йорке с лекцией, которая так и называлась «Brain and Language», и которая практически вся была посвящена теме асимметрии мозга. Начался бум этой тематики. Вот так начался, собственно, период увлечения полушариями головного мозга, как в области нейронаук. И в 1981 году Роджер Сперри получил Нобелевскую премию за то, что то, чем он занимался и много лет до этого, и то, что называлось разделенный мозг или split brain. Они работали и на животных, а потом и на людях. И с ним вместе работал и его ученик, чрезвычайно известный, тоже Майкл Газанига. И все эти люди работали с полушариями головного мозга. Я повторяю, все-таки Нобелевская премия – это не шутки. Идея сопоставить такие разные сферы знаний, как нейронаука и гуманитарное знание появилось у Вячеслава Силовича Иванова и Юрия Михайловича Лотмана, когда стала проводиться параллель между двуполушарной структурой человеческого мозга и культурой. И как Лотман пишет, цитата, биполярность, он стал говорить о биполярности как минимальной структуре семиотической организации, как он пишет, на всех уровнях мыслящего механизма. Имеется в виду, что это не только у человека, как индивидуума или даже как личности в более таком уже культурном смысле, но и общества. И тогда стали собираться многочисленные семинары, которые проходили в Москве, в Петербурге, но главным образом в Тарту и куда мы все ездили и где обсуждались. Я была одна из счастливец, которая тоже туда ездила. И обсуждались конкретные эксперименты группы Льва Яковлевича Балонова и Вадима Львовича Деглина, где я в то время и работала. И это трудно переоценить. Это абсолютно удивительные времена. Тогда же возникла идея диалога. Идея диалога возникла, естественно, раньше, о чем я сейчас скажу. Но в связи, в том контексте, который я рассказывала. Диалог как основа семиозиса и двуполушарный мозг как модель. Что тогда писали? Писали процессы обмена информацией внутри мозга и внутри общества, как писал Вячеслав Селчеванов, это разные стороны единого процесса. Вот как вопрос стоял. То есть Лотман, разумеется, не занимался никакой физиологией. Он это воспринимал как хорошую модель, когда речь идет не о монологе, о диалоге. И этот диалог мог быть как диалог, то есть идея бинарности и идеологичности, она сводилась и, повторяю, к диалогу внутри человека, то есть внутри мозга, чем, собственно, мы и занимались тогда, и диалогом культур. Бахтин, событие жизни текста, то есть его подлинная сущность, всегда развивается на рубеже двух сознаний. Диалогические рубежи, писал он, пересекают все поле живого человеческого мышления. Выгодский, перерастание диалога между разными людьми в диалог внутри одного мозга. Ну, опять же, мы не можем, конечно, это сейчас обсуждать, но это в контексте внутренней речи в том числе были одного из его аспектов. Библер, процесс внутреннего диалогизма, это столкновение радикально различных логик мышления. Итого, разговор пошел про то, что правое и левое полушария обладают разными логиками, разными языками описания, и как они вообще-то договариваются друг с другом, вопрос. потому что было известно, что основание бинарности такой было следующим. Это в самом общем виде левое полушарие вместе с зонами брака и верники, разумеется, это воспринималось как речевое, как логическое, как рациональное, а правое как гештальтное, эмоциональное и метафорическое. А так ли это? Вообще оно так или не так? Чем дальше, тем больше понятно, что дело не в наборе объектов. Вот Якобсон в этой своей работе «Моск и язык», которая потом вышла отдельной книжечкой, и она у него, она есть в том избранном сочинении Якобсона, я в том числе ее и переводила. Вот в 80-х годах он говорил, очень умные вещи они говорили тогда, что дело не в инвентаре, дело не в том, что слева лежат там вилки, а справа ложки, дело абсолютно не в том, что где лежит, потому что все лежит везде, а дело в том, что с этим делается, и он называл сигналы, с которыми работает правый и левый мозг, опосредованными и неопосредованными. Например, это буквально пример из него, он говорил, что акустически идентичный звук «в» при задувании свечи это неопосредованный сигнал, и он правополушарный, а этот же звук при произнесении англоязычных, скажем, слов там «what», «when» и так далее, он является опосредованным и потому левополушарным. Это совершенно новая на тот период мысль. Дело не в инвентаре, не то, что эмоции здесь, а логика здесь, там музыка здесь, я не знаю, там живопись здесь, не так вопрос стоит, а вопрос какого типа и что с этим происходит. Самое примитивное, что я могла бы сейчас сказать, это разные когнитивные стили, но это я поддаю себе отчет примитивности, так вот так ли это? Вот сейчас я несколько слайдов посвящу просто перечислению того, я, кстати, первый раз это произношу и никогда не публиковала, что я за многие годы собрала как относящиеся к левому или правому полушариям. Итак, левое полушарие отвечает за анализ и порождение фраз их поверхностной структуры. Оно отвечает за оболочки слов, звуковые и буквенные формы слов, соответствующие абстрактно-смысловой информации. Оно отвечает за вторые языки, то есть не родной язык, а то, что выучили позже, выученные поздно и более того, выученные аналитическим методом. Левое полушарие умеет работать с формулами в широком смысле слова и оно им доверяет. Оно потенциально готово к ложным высказываниям и доверию к этим ложным высказываниям, если они правильно сформулировали. У нас на эту тему несколько работ сделаны, опубликованы из-за границы и у нас были. Левое полушарие отвечает за теоретические знания о Нире и его законах. За теоретическую геометрию, не за ориентацию в пространстве, а за теоретические знания, за знания о том, например, как должно быть и за выбор прямой перспективы. То есть, если говорить о прямой и обратной перспективах, то, я повторяю, все, что здесь написано, экспериментально подтверждено. Левое полушарие работает с прямой перспективой при восприятии пространства. Оно работает с силогизмами, сопосредованностью сигналов, с анализом музыки. Оно предпочитает высокочастотные звуки, оно предпочитает положительные эмоции, оно понимает формальный смысл высказываний, но не понимает эмоциональное значение или даже суть того, что сказано. Оно невосприимчиво к юмору, к угрозам, к иронии, конечно. Левое полушарие не различает знакомые и незнакомые мужские и женские голоса, оно не различает природные и бытовые звуки. Зато оно умеет обращаться с алфавитом, с письмом и с чтением, с означающей стороной языкового знака, если говорить о семиотических вещах. Оно отвечает за дифференциальные признаки фонем. Оно отвечает за лингвистическую просозику, то есть там законченность, незаконченность, фразы, вопрос, утверждение, то есть не эмоции. В том числе оно отвечает за фономатичность тона в тональных языках. Оно отвечает за слабую семантику, внутриязыковые смысловые трансформации, абстрактные логические смыслы, синонимы, антонимы, парадигматику и селекцию. Оно относит объекты, в том числе слова, к какой-либо категории. Оно отвечает за связанность текста, в случае, если это большой текст, то есть за формальную организацию элементов в нем, за отнесение слова и концепта в треугольнике Фреге при отвлеченности от конкретной ситуации, за логизирующую генеративную семантику, за потенциальную возможность создания новых сочетаний слов и неологизмов, за грамматику с минимумом тесно примыкающих с ней слов, типа вверх-вниз, под, над, глаголы, шифтеры, вот разные формальные штучки, вот эти инструменты у него лежат. Оно отвечает за правильное пользование словами право-лево при сложностях ориентации в реальном пространстве. Это даже носит название синдром Герстмана. Вот, кстати, у меня он присутствует. Потому что я, когда в такси еду, говорю, поверните направо, а при этом показываю налево. В ста случаев из ста. Я не могу этого объяснить, но это факт. Левое полушарие обладает информацией о базовой, вероятно, универсальной грамматике, которая хранится в общем виде и которая является нашей языковой способностью в контексте того, о чем пишет школа Хомского, хотя понятно, что это очень условно, я говорю, потому что сам Хомский менялся сто раз уже. Ну, короче говоря, это некие универсальные вещи, которые позволяют человеку, в данном случае ребенку, декодировать страшный код, в который он родился. Он мог родиться, попасть, точнее говоря, в любой язык, любой национальный язык. Его никто не учит этому языку и он его тем не менее раскодирует. Он пишет себе в голове, он, это его мозг, пишет себе в голове некий виртуальный учебник этого языка и так дальше живет. Если бы у него не было подходящей генетики для расшифровки таких базовых вещей, он бы этого не смог сделать. Левое полушарие способно к планированию, оно обращено в будущее, оно структурирует, оперирует последовательностями дискретных элементов. его поле формальный интеллект и логика, логические операции над численностью, над числами, оно категориально, оно понимает и создает символические знаки. Правое полушарие, оно глобально, гештальтно работает с толстными образами. Оно тоже занимается музыкой. Вот тогда, когда мы работали, тогда говорили, музыка – это правое полушарие, а левая музыка – это арифметика. Вот это не так. Это не так. Правое полушарие воспринимает, узнает и даже сочиняет музыку, но оно не может ее анализировать. Правое полушарие предпочитает низкочастотные сигналы. Его сфера эмоциональность и, главным образом, отрицательные эмоции на вопрос «Откуда я знаю?» Я знаю это из клиники. Это медицина нам дает такую информацию. Правое полушарие понимает смыслы слов и сценарии, их эмоциональное значение. Оно понимает юмор, оно понимает иронию, оно понимает иносказание, оно распознает неречевые звуки, ему хорошо в эроглифическом письме и чтении. Оно занимается означаемой стороной знака, оно узнает голоса, оно понимает эмоциональную просодику, речевую интонацию, звуковые штампы, ритмы и рифмы. Оно занимается так называемой сильной семантикой, конкретными значениями слов с прозрачными донататами. Особенно оно любит конкретные существительные. Его работа это соединение единиц поблизости, смежности, ассоциативности. Его территория, цельность текста, отнесение его к определенному объекту сообщения. Его не так интересует, как построен этот текст, как то, чтобы этот текст был цельный. Это вот про что. Комбинаторная семантика, клише, память на речевые эталоны. Словарь, в основном справа, в котором некоторые высказывания, высказывания заметим, а не слова, станут сохраняться в готовом виде. Например, идиомы, всякие пословицы, поговорки, устойчивые выражения. Это, кстати, отмечал еще Джексон, которого я упоминал некоторое время назад. Правое полушарие – это семантика, более того, это конкретная смысловая информация о внешнем мире. Оно конкретно, оно на земле, правое полушарие. Оно эмпирик. Оно хорошо ориентируется, в отличие от меня, в реальных право и лево. Оно имеет дело не с абстрактным временем, а с реальным временем и с прошлым. Оно не смотрит вперед, оно смотрит назад. Ему очень трудно абстрагироваться от конкретной ситуации. В треугольнике Фреге правое полушарие соотносит слово единотат. Ему очень хорошо в математическом мышлении, в аналитической геометрии, в топологии. Поэтому разделение на то, что математика это слева, а там все другое это справа, это не так. Все зависит от того, какая математика, что в ней происходит в этой математике. Правое полушарие создает и понимает иконические звуки, знаки, оно занято глубинной семантикой, семантикой, и глубинной семантикой, это на тему генеративной семантики, сейчас, конечно, невозможно обсуждать, и ядерными синтаксическими структурами. Оно воспринимает слова как части единых ассоциативных и семантических комплексов. Оно почти не понимает абстрактные термины, не любит это. Первые и вторые языки, выученные материнским прямым методом, или выученные иначе, но автоматизированные отсвечиваются в правом полушарии. Правое полушарие доверяет своему опыту, оно понимает истинность высказываний, его не проведешь, ты ему не можешь подсунуть лживые высказывания, которые очень красиво и правильно построены зато, оно не будет смотреть на то, как это построено. Его поле эмпирические сведения о реальном мире, его поле видимая геометрия, обратная перспектива, узнавание лиц, метафорическое мышление, фольклор, его роль велика в жестовых языках и в чтении по Брайлю. В этой связи, вот все, что я сейчас описала, это, как вы понимаете, поскольку я это уже сказала, это то, что было определено в конкретных экспериментах. Когда мы стали этим заниматься, неожиданно вылезло то, о чем я и думать не думала, и никто из нас не думал, а именно, что функции, скажем, правого полушария, в отличие от функции левого, могут быть отнесены с мышлением детей и с мышлением людей, получивших из других типов культур, не получивших образования западного типа. Смотрим Выгодского и, разумеется, смотрим классические работы Лурия. Никак не могу в этой слезе не вспомнить Майкла Коула и Петера Тульвиста, который, кстати говоря, выпускник и защищал докторскую диссертацию, я даже при этом присутствовала на психологическом факультете МГУ, который один из последних учеников Александра Манча, и с которым мы вместе и работали. Он, кстати, долгое время был потом, уже когда Эстония была самостоятельной страной, он долгое время был ректором Тартовского университета и даже баллотировался в президенты, но не выиграл, какой-то колхозник его обыграл. Вот его территория это кросс-культурные исследования, и мы, и он, конечно, базировался на в Игоцком Илуре, и те тесты, ну, я так условно говорю, тесты, те материалы, с которыми мы работали, в частности, работа с силогизмами разных типов, у нас были все эти вещи составлены с его помощью, и поэтому можно было сопоставлять то, что другие люди, в частности, его жена, например, получали при работе с детьми, вот мы это сопоставляли с тем, что получали до этого в работах в Средней Азии и в других местах, где он работал, и мы сопоставлялись с тем, что мы видим при функционировании отдельно правого, отдельно левого полушария, поэтому получалась вот такая удивительная вещь, получалось, что это не только диалог в том смысле, на который я уже и намекала, что как бы правое полушарие более древнее, и оно такое, как у детей, а левое полушарие более молодое, как у детей и у представителей архаических культур, а левое полушарие более молодое, более современное, более логическое и так далее, у нас целый большой цикл работ на эту тему было, но больше на два не делится, Лотман в 1999 году написал работу «Внутри мыслящих миров». Вот этой работой я бы назвала вообще все, что мы изучаем. Не делится оно никак. Получается, что собственно говоря, это увидел уже и это видел Вячеслав Селчеванов, а я думаю, что он подглядел это или они просто совпали с Александром Романовичем Лурием, Лурием, который говорил, вообще-то, если взять диагонали, то есть задние отделы правого полушария и передние отделы левого, и соответственно, наоборот, то уж очень они похожи. То есть начало делиться дальше, вот эти два начали делиться дальше. В 20 веке, в 21 веке проблема полушарной организации языка и мышление выглядит гораздо сложнее. Тут ничего не поделаешь с этим. И не только, когда мы берем мощную технику типа позитронно-эмиссионного томографа или ФМРТ и даем более сложные задания, а именно, что будет, когда человек слышит слова или когда он видит слова или когда он сам говорит или, ну, в общем, более сложные задания и потом, какие слова и что вообще он делает. То есть я сразу могу сказать, поскольку я в этом работаю очень много лет и с разными соавторами и разной техникой сейчас очень современной пользуюсь, я могу сказать, что, конечно, бесценную информацию дают пациенты с афазиями и с разными нарушениями более экзотического сорта. Ну, например, с генетическими нарушениями языка, с разными синдромами особыми, дети с аутизмом, там, больные с Паркинсоном, больные с Альцгеймером, они все дают очень интересную информацию про язык сейчас, только очень сложно строятся эксперименты. Вот могу сказать, это я студентов пугаю, могу сказать, что эксперимент, который мы, скажем, на позитронно-эмиссионном томографе проводили про организацию ментального лексикона, и всего лишь люди должны были там спрягать глаголы, в том числе несуществующие глаголы, нонсфлэпс, так называемые. Вот мы два года готовили этот материал, а эксперимент шел шесть минут у каждого пациента, потому что очень много факторов надо учесть, иначе неинтерпретируемый результат ты получаешь. Короче говоря, вот чем дальше мы идем, тем больше мы видим вот такого, но это даже и старое, я бы сказала, то есть не сводится к брака и вернике, к сожалению, не сводится, гораздо сложнее эта вся история. Вот одна из наших работ 15-го уже года, давнишняя, вот это как раз про эти пресловутые глаголы, вот если в эту картинку вчитываться, вглядываться, тем более, если читать страшные тексты объяснения этого, то, разумеется, уже речь не идет не только об узких зонах каких-то, которые занимаются языком, а речь идет, разумеется, о и правом, и левом полушарии, и речь идет о многочисленных, в том числе, и подкорковых структурах, базальные ганглии там огромную роль играют, играют роль корпус колоза, много чего. Но к чему я это все клоню? Вот если мы посмотрим картинку, которая здесь есть, то там есть желтый такой крючок, как вы видите. И вот этот крючок, это здесь вообще вот эти цветные штуки, они изображают связи, которые мы фиксируем во время работающего мозга, связи между разными его отделами. Сейчас разговор идет не о том, где что лежит стабильно, потому что ничего там стабильно не лежит, а речь идет о связях, о сильных связях, о слабых связях, в том числе об отсутствующих связях. Если какие-то зоны в мозгу молчат, это не значит, что они молчат, это значит, что они замолчали, чтобы дать говорить другим. Их молчание дорого стоит. Поэтому вот эти цветные нити, которые вы здесь видите, это вот эти связи. Вот желтый крючок, с которого я начала, это те связи, которых пока что мы не видим у других живых существ Земли. Другими существами ведь тоже занимаются, в том числе и связи их описывают, и это в огромных количествах эти работы идут. Вот похоже, что такого вот вентрального языкового потока вот этого желтого крючка ни у кого не заметили, а этот крючок занимается смыслами, он занимается семантическими аспектами языка. Значит, в нашем мозгу есть что-то, что специально нацелено на смысл. Ну, я приближаюсь, у меня еще есть немножко времени? У вас звук выключен, поэтому я вас не слышу. Да, да, у вас есть, да, конечно. Да, но я к концу все-таки, это еще не вполне конец, но такое его теоретическое осмышление. Что мы, вот какие мы взгляды на все это видим сейчас? Не первое столетие наука смотрит на мозг как очень сложное устройство, которое по-прежнему, как я уже говорила, воспринимается, если грубо говорить, как биоавтомат. Мозг это очень сложный компьютер, нам все говорят. Может, он и очень сложный компьютер, но точно не такой, как все, про которые мы что-нибудь сейчас знаем. Возможно, квантовый компьютер, которого пока никто не видел, он и такой, возможно, но уж точно не те, с которыми мы имеем дело, даже если речь идет о суперкомпьютерах и сверхмощных программах. Что делает нейронаука? Она по-прежнему коллекционирует факты снизу. Хотим увидеть как можно глубже внутрь мозга. Вот еще пройдет какое-то время, у нас будут такие томографы, у нас будут такие замечательные инструменты, которые позволят нам увидеть каждый атом. Не в первый раз задаю вопрос, мне зачем видеть каждый атом из 100 миллиардов? Зачем? Что я с ним буду делать? Это информация, которая мне не нужна. Однако, мы исходим из того, что если мы будем иметь абсолютную картину вот этих частичек, этих атомов, а также их ансамблей, зон с установленными функциями, а теперь и сетей, в том числе гиперсетей, в том числе все это будет получено на животных, то дальше оно как бы само выстроится. Мне кажется, что мы исходим из неправильной идеи. Ничего само не выстроится. Увидеть можно только то, что ты сформулировал, а надеяться на то, что оно само сложится, это пустое занятие. Понятно, что по этическим, а также по инструментальным соображениям наука согласна взять за основу то, что мы получаем на животных, на то, что мы считаем более простым. Как я уже говорила, совершенно не факт, что это более простое, и я даже не говорю о существах высокого уровня организации, типа слонов, приматов, дельфинов, врановых, кстати говоря, у которых принципиально иной тип мозга, а интеллект равный интеллекту шимпанзе, это отдельная интересная тема. Ну, короче говоря, все-таки мы исходим из того, что вот мы на них все получим, потом увеличим это все в мощностях и размерах, и, глядишь, получит результат, который нам подходит. Он нам не подходит, потому что мозг человека, тире, это мозг человека, точка. Это не большой мозг мышки или лягушки, квакушки, а это мозг человека. Не могу опять не вспомнить гениального теоретика, физика и математика Дайсона, который выдвигал идею лягушек и птиц в науке. Он говорил, есть ученые, которые сидят на земле и которые замечательно и виртуозно собирают факты. Он говорит, я такой ученый, ужасно завидую моим друзьям многим, которые птицы, которые фактами интересуются постольку поскольку, зато высоко летают и видят леса, поля и горы, а вот мне никак туда не взлететь. В нейронауке сейчас приваривают лягушки, которые работают все лучше. Я надеюсь, меня все правильно поняли. Это не оценочные вещи, это тип ученых, и тип науки. Технологии все сложнее, они все дороже, слава лягушкам, у них есть суперкомпьютеры, у них есть томографы, но это лишь одна из тропинок. Человек живет, и вот это является для меня невероятной проблемой. Мы живем в постоянно меняющемся мире, он меняется каждую миллисекунду, в наши уши, глаза, носы, на кожу, на вестибулярный аппарат. Каждую миллисекунду летит гора информации из космоса в широком смысле и в социальном, конечно, смысле. У нас многомерные динамические контексты, как личности и инпута, так и социума. Меняются состояния, меняются настроения, меняются конкретные взаимодействия, меняются цели, меняется культурная среда. Как мозгу удается улавливать эти смыслы? Обрабатывать эту огромную разноуровневую информацию, сенсорную и ментальную, и принимать решения с невероятной скоростью, в условиях принципиальной, многофакторной нестабильности. Стабильного ничего нет. Есть только, как знают мои коллеги, которые занимаются сенсорным восприятием, есть константность восприятия. Когда мы смотрим в горах и видим маленький-маленький храм из Лозангской долины, когда ты смотришь, далеко очень, то ты же понимаешь, что он не для муравьев сделан, он просто далеко находится. То есть константность огромный инструмент, но даже и при ней, как это нам удается? Вот у нас только что, две недели назад, вышла статья как раз на эту тему. Я к тому, что это можно отчасти исследовать на вот это функционально-магнитное резонансное методика. И мы смотрим, что происходит в мозгу, когда человек должен выбирать одно из значений, одинакового, скажем, слова или изображения, но контекст меняется, и он должен одно изображение подавить, не изображение, а один из сигналов, подавить, а другой предпочесть. Так вот, что у него в мозгу за механизмы такие, которые разрешают и позволяют ему это сделать? Ужасно трудная работа была. Я приближаюсь к концу. Наука и когнитивные науки не сделают парадигмального скачка, если мы не посмотрим вообще в другую сторону, в сторону гуманитарного знания, в сторону причем высших проявлений этого гуманитарного знания. Это очень трудная дорога, потому что мы привыкли смотреть ЭГ, МРТ, нейронные спайки и много чего разного, благо у всех у нас в основном такая аппаратура есть, и мы знаем, как работать с этим. А смотреть нам надо туда тоже, но кроме этого нам надо смотреть на письма и дневники творцов, лучших из лучших, тех, которые создали нашу цивилизацию. Нужно смотреть записи их разговоров друг с другом, нужно вглядываться в картины мастеров, изучать черновики и эскизы, потому что они позволяют подсмотреть, если удастся, как шла мысль, слушать, слышать, различать стили в музыке, ведь материал музыки это время. Лотман, вспоминаю под конец его еще раз, говорит о шуме при коммуникации. Это его любимая тема была. Он говорил, сигнал исходит из пункта А и приходит в пункт Б. И мы исходим из того, что идеальный сигнал это тот, который в пункте Б, такой же, как в пункте А. Так вот, никогда этого не бывает. Бывает это только в азбуке Морзе, а больше не бывает нигде, потому что между пунктом А и пунктом Б стоят многочисленные контексты. Истина не в глазах томографа, она не в глазах энцефалографа, она в глазах участника коммуникации. Эти контексты природа и социум в самом широком смысле образуют, включая и природу, и культуру. передача поэтому передача из одного источника в другой источник информации, она всегда имеет шум и всегда имеет коммуникационный дефект, пишет Лотман, я цитирую его. И это и есть интеллектуальный прорыв. Если пункт А будет равен пункту Б, нечего было и начинать. Ничего нового там не получится. Получится тогда, когда они не совпадают, когда у них диалог, когда это диалог разных культур, диалог разных точек зрения, разных личностей, вообще разного всего. Это интеллектуальный прорыв, а вот этот шум, коммуникационный шум, это цена за этот прорыв. Хорошо. Что же мы делаем? Мы отдаем себе отчет в том, что принципиально невозможно описать мир только одним из имеющихся языков. Будь то правополушарный, если в старой точке зрения, в старой терминологии говорить, или левой. Принципиально невозможно это. Для этого нужен весь мозг и его межполушарный идеологизм. Для этого нужно то, о чем писал, и очень многие его не любят. Карл Прибрам. У Карла Прибрама, знаменитого исследователя мозга, с которым я имела счастье быть знакомой, у него была идея, что мозг организован как голограмма, что каждая точка и есть целая. Как вы понимаете, такая идея зачеркивает локализацию в любом смысле. Разделение хоть на два, хоть на сто двадцать два. Это не важно. Похоже, он что-то увидел. Это не очень популярная среди мозговиков идея, но она тем не менее есть. А он тем не менее гениальный ученый, мы не можем просто отодвинуть такую точку зрения. Он это говорил не потому, что он не знал. Так что вся область нейросемиотики, как я уже сказала, могла бы называться так, как книга Лотмана внутри мыслящих миров. Ну и проедем дальше. Мы не должны разумеется забывать, что не весь объем обработки обеспечивается механизмами сознания. Это как минимум решение сходных или даже тех же самых задач может происходить по-разному в разное время. Вот здесь я даже сделаю паузу. Почему я так скептически отношусь к статистике в науке? Ну, мы все знаем здесь сидящие, что без статистики ты не можешь статью ни в один журнал послать, так сказать. А из чего эта статистика состоит? Вот она какая? Я в эту группу соберу двух академиков, двух алкоголиков, двух придурок, придурков, двух домохозяек. Вы скажете, да, нет, ну вы же подберете сопоставимое. Хорошо, подберу сопоставимое. А что значит сопоставимое? У нас у всех будет одинаковое образование, предположим. Ну и что? Значит, я должна по тысяче факторов подбирать, и все равно не подберу. Но и это не поможет. Потому что я могу тогда сказать, да, но я могу собрать статистику, исследуя одного человека, например, меня. и ничего у меня не выйдет. Потому что я, если вы много раз меня будете исследовать, я выучу ваши тесты наизусть. Или я устану, или мне надоест, или я придумаю более, я придумаю другой вариант решения той же самой задачи. То есть по-разному, в разное время я буду себя иначе вести. и вот такая прозрачность, транспарентность алгоритмов и процедур, она вообще не выявляется. И она вообще вот все эти вещи, которые я говорю, и предвзятая трактовка, они несут с собой большую опасность. Кроме того, беру из экспериментов, даже если я очень жесткий и, разумеется, честный исследователь, я беру то, что мне кажется подходящим под мою гипотезу. Отрицательный материал, я недавно большой очень доклад на Мировом Конгрессе об этом слышала, отрицательный материал вообще никогда никуда не попадает. Оно не попадает не только в размышления, оно не попадает и в публикации, то есть он теряется. А мы вообще-то бриллианты выбросили, возможно. Зинченко хочу Владимира Петровича во всей связи вспомнить. Если вы помните, мы дружны были и очень грустно, что его нет. Он же говорил, из психологии убрали пси, она превратилась в подсчеты сплошные. и в этой связи я вспоминаю Мефистофеля Гёте, и это бы одобрил Вадим Петрович. И вот, пишет он от лица Мефистофеля, живой предмет желаю изучить, чтобы ясно о нем познание получить. Ученый прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет и видит их. Да жаль, духовная их связь тем временем исчезла унеслась. А Лотман по этому поводу говорил вот что, конечно, можно теленка взять и на стейке его разобрать. Это то, чем наука занимается, анализ. Только потом обратно он не собирается. Вот что Лотман говорил. Итого, это мой последний слайд. Вот исследуя все, о чем шла речь, в надежде понять смысл того, что происходит в мозгу путем очень дорогих, очень хорошо продуманных, всем миром используемых методик. Мы все равно над бездной зависаем, потому что проблему сознания и вообще вот все высшее понять так нельзя, потому что мы изучаем только тело. А если мы будем другие вещи делать, то тоже толку мало будет. Наука стала другая, это факт, но, и вот это очень важно, это не умаляется ценности, сделанного за 40 лет. Вот эти огромные списки, которые я приводила, и к которым и я сама, и много моих коллег руку приложили, я очень многое из того, что там есть, зачеркну сейчас. Это не значит, что это было плохо или зря сделано. В этой связи я закончу цитатой из Лотмана, который цитировал Пушкина. Как всегда блестяще, не следует кусать грудь кормилицы, потому что зубки прорезались. А вот у нас у всех зубки прорезались, мы так гордо смотрим назад, а напрасно это делаем. И заканчиваю я вот такой интересной картиной, ее сделал, именно сделал, потому что она сложно сделана, это не только масло, там еще электронная всякая участвует, английский художник, и называется Шопенгауэр и Гегель, они сидят в одной лодке. Как известно, Шопенгауэр и Гегель друг друга просто ненавидели. Ну так вот, мы сидим в одной лодке, и не только мы ученые, как бы мы не смотрели на это, на все, но мы вообще все люди. И вот эта маленькая точечка, с которой я свое выступление начала, которая из космоса выглядит просто как микрон какой-то, не о микрон, а просто микрон, вот, то нам деваться некуда, мы все вместе, нам надо не просто договариваться, чтобы не ссориться, а нам нужно стараться услышать друг друга, в том числе абсолютно противоположные позиции, потому что это рождает смыслы. Ну и на этом я благодарю вас за долготерпение. Спасибо.